Когда немец подошел, вот так я его взял, как петуха, вниз головкой, а за ножки держит, он плакал сильно, а принесли румына к нам в дом, прямо раненый. И он говорит, уберите ребенка, если нет, вот так один раз дам, и все, капут. Лидия Тимофеевна Свиденко родилась 27 марта в 1930 году в Ростовской области в многодетной семье. После окончания 4 класса Лидия устроилась на работу в колхозе. В свои 10 лет Лидия даже не могла представить, что ей придется пережить. Началась Великая Отечественная война. Тяжелые испытания выпали на долю маленькой девочки. Голод, холод, страх и потеря близких. Дорогие друзья, я очень рад сегодня познакомить вас с удивительным человеком Лидия Тимофеевна Свиденко. Человек, который прожил долгую, успешную жизнь. И сегодня Лидия поделится вместе с нами историей своей жизни. Позвольте спросить, в каком году и в какой местности вы родились? В 1930 году, 27 марта, родилась я в Ростовской области, Московский район, Хутор Гусынка. В деревне жили, район был 45 километров от нас. Вот мы там жили, своим земледелием начинали, огороды сажали. Только базара не было у нас в деревне. Все свое выращивали. Папа был простой, рабочий, мама тоже. Учились 4 класса у нас в деревне, так что по 4 класса кончали и шли в колхоз работать. Эта жизнь была наша очень тяжелая. Скот пасли, пока до войны, скот, все время мы нанимались всю деревню. Было и 300 голов, было и 500 голов, и 400, потому что деревня большая была, очень большая. Не то, что маленькая деревушка, очень большая. Хутор Гусынка это было. А когда подросли, пошли в колхоз сразу. Брат мой работал на 3 года от меня, старший работал, на тракторе выучился. Он на 3 года. Юля была у меня сестра на 2 года от меня, старший. Я была третья. После меня еще четверо было. Я помогала маме нянчить всех. Бывало, возьму одного на руки, другого на руки, а тот держится, а не смеялись все. Еще бы и зубы взяла. В Польше, наверное, нет. Скажите, Лидия Тимофеевна, это время, в которое вы, ну, ваше детство, это, наверное, скорее всего, время войны было, не так ли? Начиналась война. Война в 41-м году. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 22 июня, ровно в 4 часа, говорят, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. У нас радио не было, часов не было. Ходили мы всегда, мерили, станешь, и смеришь, заметишь, где голова. Мерили шагами и знали, сколько времени. Да вы что? То есть определяли время по солнцу, по тени, да? Значит, мы знали три шага. Ногами смеришь, три шага, значит, 12 часов. Вот так жили. И когда объявили, что началась война, что происходило в то время в вашем местности? Я была хоров послими. Мне когда сказали, иди домой, быстрее отца забирайте. Я в сандалиях была, сняла сандалии босиком, а мы как раз пригнали поить на пруд коров. Я оставила сестру, а сама как припустила домой, бежала, не знаю как. Подбегаю к дому, папа уже сидел на машине. И много мужчин. Кого где взяли там и всех. А забирали на войну? Без никакой повестки, не было ни повестки. И где кого? На поле был. То есть видели, брали и везли? Садись в машину и все. Без никакого. Прямо приказным путем. И папа уже сидел. Я подбегаю, папа прыгнул, меня обнял. И опять на машину. Вот это вот я ее увидела. Машина тронулась, слезы, плач. Все плакали, потому что всех забрали мужчин. Остались... У нас бригадир был без руки. Его каждые шесть месяцев на комиссию. Даже все говорили, что рука выросла, что ли? Шесть месяцев на комиссию его приодир был. Вот так мы жили. Работать заставляли. Зашли когда немцы. Началась война. Через две недели уже у нас в деревне было полно. И немцы, и румыны, и итальянцы, и альпины. И много было наций. У нас когда первый раз все забрали. За кромов. Попометали крылышки даже. Муку и все-все. Мы кушали эти пять лет, когда с дуба шкорку обдирали. Когда с жебрей кушали. Это когда-то при Кантин-Поле, если кто знает. Верблюда. Колючки одни. Мы толкли, такой железный этот, толкли, и вот от этого варили суп. Ничего не было. Работаешь пять дней, дадуй пять стаканов. Или просто необшелушенное, или ячмень. Ячмень, да. А вон же усики, стаканом мерили. Сколько туда штук можно посчитать было. Сколько входит туда. Вот это вот пять дней работаешь, пять стаканов тебя дадут. И вы уже работали. Я работала. Мой брат на тракторе. Сестра моя работала, да, и лакоров на ферме. Я работала тоже на поле. Получается, осталась ваша мама и семь детишек, а отца забрали на войну. А папу забрали. И никакой помощи, никакого милосердия. Братишки было меньше меня. Он всегда пас быков. Быки ушли, заря начинает, еще солнце не всходило. Они встали, они ночевали на колхозном дворе. Бригадир кричит, Андрюшка. Быки вышли, бежи. И он идет, их пасет. Вот так мы жили. Все года так трудно было, что это невозможно было. А работать все равно ходили. 12 километров у нас Аляска, она называлась. Там поля были. Если ближе, бывало 7 километров, бывало 5 километров. Это вы каждый день шли на работу и назад, да? А 12 километров туда и обратно. И обратно, пешком. Никаких, ни машин у нас не было. А в чем ваша работа заключалась? Чистиком пололи. Уже было посеяно. И пшеница, и проса, и ячмень. Все было посеяно. Вот это мы пололи. Такой чистик, ручка, вот каждый корень, чтобы... И мерили, если ты не выполняешь... Трудодень никогда не писали. Если план не выполнен, бывает, попадет с травой, сеной. Или пырей рос, или отсод такой колючий. Если не выполнял, мерили, и каждый вечер считали, сколько ты прошел, сколько ты выполнил. Если недостаточно, ты не получаешь. Ничего, ничего. Трудодень 30 дней, чтобы ты выработал. Маму даже хотели судить. Мама тоже ходила, работала. Дети маленькие были. Самой маленькой у братишки было 6 месяцев. Он в декабре месяце родился, а в июне уже началась война. То, когда немец подошел, вот так его взял, как петуха, вниз головкой, а за ножки держит, он плакал сильно. А принесли румына к нам в дом прямо. И он говорит, уберите ребенка. Если нет, вот так один раз дам, и все, капут. И мама нас забрала ночью, и ушли на ночь. А днем-то на работу опять надо. А где ночевали вы, куда ушли? В траву далеко, в поле. В поле просто спрятали. Ушли в траву, чтобы они не слышали. Ну, практически, это же солдат, немец, он мог бы просто убить. Убил бы. Убил бы, да. Очень убил бы. Немцы очень жестокие были. Румыны были, итальянцы были, альпины были. Все. У нас молоко мы сдавали с первого дня. Как только они зашли, в школе был штаб. И нас заставляли молоко и яйца сдавать. Куры ели. То есть, когда солдаты придут, вы должны им отдать? Нет, мы утром, каждое утро сдавали. А, сами относились, сдавали все, да? В школу носили. Потом у нас корова стояла возле порога привязанная. И они пришли, и теленок был. Уже месяцев шесть ему большой был теленок. И они его зарезали. Прямо при корове. Корова бедная, вы не можете представить. Вы, конечно, не поверите. Плакала, слезы у нее лились. И она потом не стала доиться. Била о бедро и не подпускала близко даже. Я пошла, прошу его, коменданта. Говорю, у нас теленка зарезали, нету молока. Ничего не знаю. Идите, огород копайте у людей. Кто вам пол-литра нальет, кто стакан нальет, собирайте и приносите. Вот так вот. Ходили мы по дворам, копали людям огород ночью. Днем в колхозе не бросали работу. Работали. И вот так, получается, выживали. Вот так мы выживали. Детство все у меня пошло. А ваш отец, какие-то получали вы письма от него? Или слышали что-то от него? Как только везли, все, больше мы от него ничего не получали. Ни похоронки не было. И до сегодня мы ничего не знаем. Война не пощадила никого. В 1941 году была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин. К этому времени были сняты классовые ограничения, и каждый молодой парень являлся военнообязанным. Тех, кто не шел добровольно, его расстреливали на месте или отправляли в тюрьму и в ссылку. Отца Лидии забрали на фронт, откуда он больше никогда не вернулся. Какова была его судьба, это остается до сих пор загадкой.